Очень круто. Прям очень понравилось. Студентка Екатерина делится своими первыми впечатлениями от поездки на прогулочном катере. На остров Татышев рассказывает девушка, она ходит практически ежедневно. Позагорать, покататься на велосипеде или просто погулять. Раньше путь Екатерины до острова пролегал через Вантовый мост. Неделю назад переправу закрыли и теперь, чтобы посетить любимое место отдыха, девушке приходится преодолевать лишние километры в душном автобусе. Сегодня Екатерина случайно узнала, что до острова можно добраться за считанные минуты. Удобно, что не надо такие круги делать, не надо в автобусе в толпе ездить. Не так душно. Удобно. Раз доехал, как бы и все. Помочь горожанам быстрее добраться до острова, пока Вантовый мост закрыт. На ремонт решил житель Красноярска Владимир. Мужчина рассказывает, на воде он уже больше 30 лет. Хоть это и не связано с его основным видом деятельности. По профессии Владимир инженер. Катер он купил для семейных прогулок и о перевозках совершенно не думал. Идею, признается мужчина, подсказали прохожие. Случайно подъехал. С друзьями тут собирались встретиться. Люди сами подошли, предложили. Перевезите. Перевез. Оставайтесь тут, всем полезно будет. Вот и остался пока. Спрос, признается Владимир, небольшой, особенно в будние дни. Например, сегодня он сделал всего 4 рейса. За свои услуги Красноярс заберет символическую плату, чтобы окупить затраты на бензин. Все документы на катер уверяет мужчина в порядке. Прогулочный катер вмещает пятерых взрослых человек. Вместе с капитаном судна и всем пассажирам при посадке выдают спасательные жилеты. Есть даже детские. А сейчас мы попробуем прокатиться. Сама поездка до острова Татышев занимает не больше пяти минут. Но даже за это время пассажиры могут насладиться красотами Красноярска. Я делаю небольшой кружок, чтобы люди маленько еще и получили удовольствие. Не так напрямую сразу иду. Так вот, выхожу в реку и возвращаюсь туда, на остров. Дежурить у Вантового моста Владимир планирует до середины августа. Пока переправу вновь не откроют для горожан. Екатерина Деревянко, Эдуард Баглай, Афонтова новости.